Привет, друзья! Вы на канале Кулинариум с Викторией. Сегодня готовим бисквитный торт с логотипом YouTube. Торт своими руками на детский день рождения для мальчика. Я его готовила на день рождения своего сына на 7 лет. Надеюсь, эта идея тоже кому-то пригодится. Получается тортик очень вкусный и красивый. За основу бисквита я взяла шоколадный шифоновый бисквит. Для его приготовления сначала смешиваем все рассыпчатые ингредиенты, 200 г муки, 30 г какао и 2 чайные ложки разрыхлителя. Затем взбиваем 4 яйца с щепоткой соли и сахаром в белую пышную массу. Масса должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза. В сотейнике соединяем 150 мл молока и 80 г сливочного масла. Ставим на небольшой огонь растопиться. И пока просеиваем все рассыпчатые ингредиенты в ранее замешанную яично-сахарную массу. Перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы масса не осела. И постепенно начинаем подливать растопленное молоко и сливочное масло. Консистенция теста должна получиться жидкая. Это нормально. Подготавливаем форму. Размер моей формы 21 см. И ставим запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем бисквиту отлежаться. И затем разрезаем его на 3 равных коржа. Получаются эти бисквиты очень пышные, ровные и вкусные. За основу крема я выбрала крем-чиз. Готовится он просто, быстро и всего из 3 ингредиентов. Для этого 400 г любого сливочно-творожного сыра типа Филадельфия разминаем ложкой. Взбиваем 200 мл жирных сливок. К сливкам добавляем 120 г сахарной пудры. Продолжаем взбивать до загустения. Добавляем постепенно сливочно-творожный сыр. И взбиваем все до полной однородности и до загустения крема. Собираем торт. На подложку выкладываем небольшое количество крема. И выкладываем первый корж. Я собираю торт в кондитерском кольце. Так намного удобнее и быстрее. Сборка самая простая. Корж-крем. Корж-крем. И последний корж пока ничем не смазываем. Убираем торт в холодильник. И пока займемся приготовлением шоколадной глазури. Для этого я подогреваю 150 мл жирных сливок до горячего состояния. И выливаю их сверху на шоколад. Шоколада 150 г. Оставляю на 2 минуты настояться, чтобы шоколад растопился. И затем все тщательно перемешиваю с помощью силиконовой лопатки. Шоколадную глазурь оставляю остыть до комнатной температуры. Достаю торт из холодильника. Аккуратно убираю кондитерское кольцо. Немного подравниваю торт по краям. И поливаю его сверху шоколадной глазурью. Заготовка торта полностью готова. Убираю его в холодильник на ночь. Хорошо пропитаться и застыть. На следующий день я подготовила мастику трех цветов. Красный, черный и белый. Утюжок для разгладки мастики. Сахарную пудру и скалку. Сначала начинаю разминать руками до эластичности мастику белого цвета. Присыпаю рабочую поверхность немного сахарной пудрой, для того, чтобы мастика не приклеивалась. И начинаю раскатывать ее в пласт. Пласт диаметром равным диаметру вашего торта. У меня это 21 см. Пласт мастики одеваю сверху на торт. Аккуратно разглаживаю утюжком. Затем я вырезала полоски, равные высоте торта. И приклеила их сбоку. Так намного проще, если бы я раскатывала пласт полностью на весь торт. Далее вырезаем нужные нам фигурки для декорации. Это пальчик вверх, кнопки, буквы YouTube. Раскатываем небольшой кусок мастики нужного нам цвета и вырезаем по заготовкам. Вот таким образом. Все на самом деле очень просто. То же самое проделываем с красной мастикой. Вырезаем кнопки. И то же самое проделываем с пальчиком вверх. И здесь я добавила мастику синего цвета. Можно обойтись и без нее. Это все на ваш выбор. Оформляйте торт в любом случае так, как вам больше нравится. И затем приклеиваем сверху с помощью небольшого количества воды наши кнопки, буквы. Получается очень оригинально. День рождения прошел на ура. Все гости и именинник были довольны. Надеюсь, такая идея с логотипами YouTube вам тоже пригодится. Если видео вам понравилось, обязательно не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.